В Сунже разрушается мост. Местные жители беспокоятся, если уровень воды в реке поднимется выше обычного, то его снесет. Так ли все критично, как говорят люди, проверяли представители ОНФ. Мост действительно аварийный и нуждается в реконструкции. Когда приступят к работам, выясняли мои коллеги. Разрушающиеся перекрытия, дыры в которые можно провалиться, не внушающие доверия опоры. Мост через реку Сунжа построил местный колхоз «Дружба» в конце 70-х. 40 лет без ремонта и он в аварийном состоянии. Между тем, по мосту и сейчас активно проходит легковой и грузовой транспорт. На другом берегу реки 2500 гектаров сельхозугодий, стадион и спортивная площадка. Местные жители переживают за детей. Аварийное состояние моста вызывает большую тревогу у жителей населенного пункта, как как дети. Сейчас в летний период потянутся к речке и здесь концентрация детей вокруг моста увеличится. И любое нахождение под мостом или на самом мосту вызывает большую тревогу, так как аварийное его состояние может привести к пагубным последствиям. Проблема в том, что колхоз, которому мост принадлежал, не работает с 2015 года. По закону конструкцию нужно поставить на учет и оформить право собственности на район. Свою роль играет и река. Каждый год уровень воды поднимается на 2 метра и разрушает бетонные опоры. Заключение дали ей эксперты. Они подтвердили, что мост находится в аварийном состоянии. Знак видели, но арендаторам тоже надо работать. Туда семена возить, удобрения надо возить. Оттуда уже осенью урожай. Так что, какая бы экспертиза ни проводилась, им надо работать. На проблему обратил внимание общероссийский народный фронт. Активисты сами приехали на место. Пообщались с жителями, осмотрели мост и убедились в его аварийности. По их словам, вопрос нужно решать быстро, чтобы никто не пострадал. Для начала определим баланса содержателя. Проконсультируемся со специалистами Ростехнадзора, которые давали заключение по этому мосту. И уже вместе со строителями, наверное, уже будем думать, как здесь сделать отбег таким образом, чтобы не представляло опасности для здоровья людей. Между тем, в Комитете дорожного хозяйства Республики и руководству села уже пообещали, что в новом году мост начнут ремонтировать. Георгий Запаров, Александр Каджаев, Новости Осетии.